Роков говорит, я вижу, то есть Христос родится, но не скоро еще. Я смотрю открытым оком, око мое не затуманено взятками, ничем, как сегодня. Сказал бы так друг перед другом, а именно открытым оком все книги написаны. Я никому не угождаю, я говорю, как Бог сказал и передаю это. Представьте, там можно пять университетов, десятки школ, милиции, это мой брат. Вот я и хотела спросить, фамилия одна, кто? Мы с нуля строим православную деревню, где нельзя ни петь, ни курить, ни материться, ни воровать. Не говоришь там про аборты. Дальше, я начальник детского лагеря, 40 лет. Без помощи государства не рубля, подняли тысячи детей, и мы все это показываем. Вот, я им показываю глухонемым, видите, на их. Это целая группа глухонемых, люди обездоленные. Теперь они обрели такое счастье, им все открыто. Это у нас богослужение идет, и мы показываем, рассказываем. Это вот я с ребятишками, это батюшка, вернее сказать, здесь. Вот таких вернее здесь, тоже с нами. Это мой брат, протеерей, видите, в храме. Вот, это мой родной брат. Это венчание идет. Это я стою там на поле, как раз фотографировал. Это моя жена с ребятишками. А это храм Христа Спасителя. Таких книг просто их не существует. Отдельно покажу какой-то он. Сейчас, минуточку еще. Вот, это мусульманство. Весь Коран по сурам аятам, в сравнении с Библией. Как прийти нам к мирной, счастливой, праведной жизни. Весь Коран разобран и в сравнении с Библией. После каждого вопроса стихи. Что за 1300 лет было сказано о мусульманах? Ими, самими, все здесь. Понимаете? 1300 лет. Другое. А у них зеленый свет, флаг. Зеленым светом и клейка. Все клейки разным светом. Хотя название одно. Видите, 18 веков. Евреи любят золото. Никто не отрицает. Вот это еврейский вопрос. Посмотрите. Золото любят золотым светом. За 3600 лет, что евреи, и об них было сказано. И разбираются Талмуд. Это, ну, это у нас, члена нашей общины. Это закончилась с красным дипломом. Тоже врач. Вот, это ее муж тоже с красным дипломом. Вот такие книги с сегодняшнего дня будут у вас. Так, сумочку принесли? Принесли. Идешь. Вот это вот новый завет. Полное толкование по святым отцам. Во втором издании это пост на Путину, патриарху. Вот смотрите. Это за 2000 лет впервые, а не подарочные. Это все издали. Второе издание, вот даже 2000 экземпляров, за миллион завалилось. Стоимость, просто не подступись. Бумага вся всетная. Фотографии на мелованной бумаге, то есть, ну, выше в качество просто нет. А какие средства вы издаете? На какие средства? Вот он задан. Его надо ответить. Открываю, что ли стоит потом. Вот так успевайте задавать. Считайте вслух. Ну да, интересно же. Просчитайте. Спонсоры все-таки есть, да? Так, ну, ну, дальше дочитайте. Ну все, я дочитала. Нет, чтоб другие слышали. Это президент объединенной химической компании «Щукиноазот». Понятно? То есть, люди, которым попадали в книги, они понимали, для России сегодня это, может быть, единственное лекарство. Начать делать, отрежьте себя. Вот это вот, как бы, автобиографично. О моей биографии. Вот я с мэром города, с нашим стою. Вот здесь вот с патриархом. Вот. Вот патриарх. А вот у нас сняты фильмы государственный, режиссер. Один фильм занял первое место в России. Второй главный приз на международном киноконкурсе взял. А это дети. Ну вот лагерь, то есть вы педагог вообще по образованию? Да, я начальник лагеря. И у нас такие сдвиги, это дети, ну это я в армии когда был. Это еще жена была в этих. Здесь все, это я на митинге выступаю на площади. Поставлены здесь. Вот. Здесь же одновременно 3467 моих сихотворений. По 9 куплетов. И 80 из них положено на музыку. А вы это где? Это все у вас сегодня в руках. Ну это понятно. Ну это понятно. Это было я в Нью-Йорке с митрополитом Виталием. Это епископ наш. Видите как. Музыка чья спрашивают? А? Чья музыка? Музыка? Тут написано чья. Виктора Ставченко. Ну то есть не ваша. Я уже думаю вы во всех ипостася. Вот она музыка. Музыка Ставченко. Член общины. Вот. Еще спросили по образованию, вы педагог? А все не ответили? Он не наслышит. Как я плохо? Так. Сказать педагог. Как сказать? Мне сейчас этот вопрос задают. И когда говоришь, они не верят. Я самостоятельно. Я как технар. Я технистр, строитель, учился на штурмана. А это я самостоятельно. Я привожу пример. Вот в армии человек, как правило, стонут, прячутся. А в наше время было не так. Мы боялись, что в армию не возьмут. Меня девушка будет зазирать. Я бракованный. Понимаете, как я была? Я завел службу в армии. Я выучил английский, немецкий, французский. Для меня время не потеряно. А какой институт? Никакого. Я самостоятельно простегал это все. И все, что можно изучить, политические системы мира, я все изучал самостоятельно. Так что преподаю, когда в университетах, меня всегда по профессорской ставке ведут. Хотя у меня нет даже... Ну, я не кандидат наук даже. А они по профессору с какими-то еще накладными там сверху, заслуженными. Почему? Потому что это во всей полноте открытие истины. Ну, я когда говорю, я привожу места в Писание из разных источников. Ну, наизусть. Мне Бог дал просто памятник. Это 300 томов полян, так я их стараюсь держать. 1173 биографии святых, я их называю число, когда они есть. Это Бог дал. Теперь у вас это все есть. Мы оставим визитки вам. Попросим помолиться. У нас путь очень трудный. Настолько трудный был, что мы, я сказать, два дня назад чуть не погибли на дороге. Ну, не секрет, что вдоль дорог, как памятники погибших. Это наш сайт. В него, если войдете, то вверху написано «Православный форум Игнатия Лапкина». Только ткнете на нашем форуме, это 1300 тем. А если в Майл.ру войдете, в Майл.ру, зарядите Игнатия Лапкина. Я в октябре приду, попросите друзья. Ваши фотографии там будут. Спасибо. У вас там есть афиша, на что вы, ваша библиотека? Да, есть. Пойдемте, пожалуйста, вернемся. Игнатия Лапкина, вот вы еще просили. Так, еще просьба. Вы сначала меня тут выслушали. Мы считаем, ну, в первую очередь, я как автор книг, что главное место, которое в городе, все-таки, очень часто, не администрация, а библиотека. Мы настолько высоко это учреждение. И вот такие вот распространяем, посчитайте. Чтобы люди приходили в библиотеку. Посмотрите. Ну, понятно. Так, если вы согласны, мы вам оставим, и чтобы вы раздали приходящим людям. Можно это? Можно. Но это нужно сделать. Потом везде. В Новокузнецке везде ставили. Это нужно сделать уже не в нашей библиотеке. Мы раздадим в другие библиотеки. Где бы кто ни пришел, вы им говорите, чтобы люди начинали считать. Без образования мы никто. Солженицы уже перед смертью сказал, если не будет нравственной России, она никакая не нужна. А это вот здесь. Это центр знаний. Их надо раскрыть, чтобы люди Христа нашли. Христос умер за нас. Он любит нас. Его кровь пролита за грехи наши. Вот все, сестры. Спасибо большое. Сфорографируемся на память. Спасибо. Попросим, она смолится. Так, посчитайте деньги, пожалуйста. А не по счету? Да, вот здесь. Да, да. Раз, два, три, четыре, пять. Вот сейчас мы посмотрим пять. Вот это восемь. Ну и дальше. Тридцать восемь, да? Да, тридцать восемь нормальный. Тридцать восемь. Все. Теперь мы быстро уходим. Так. Вот это тут надо встать, чтобы в надпись попало. У нас, видите, сериал будет. В центральной библиотеке, а там же сейчас ремонт. Так, зайдите оттуда. Там сейчас ремонт. А может вниз сюда? Да как-то они ступеньки, я не знаю. Лучше на ступеньках, потому что вниз будет такая фотография. Вам что, мешает это? Я не знаю, вот он. Мне не мешает. Нет, наверное. Вот, слушайте фотографа, куда он говорит. Игнар Тихонович, вот так вот. По ступенькам быстро побежит сюда. А нет, здесь. А, нет, нет. Вот. Что главное видно? Лица или вывеску? Все вместе. Да что это? Все сразу. Это камера, вот на фотоаппарат смотрите. Это видео. А у Игоря где фотоаппарат-то? В машине там. Сейчас крикнем еще. Игорь! Хлопни дверь, иди сфотографируй. У него более мощный фотоаппарат. Это тоже хорошее. А тут подлиже, кстати. Вы все для истории, да? Да. А то все в интернете будет? На форуме на нашем. А потом это будет интересно. Что Господь открывает сердца людей. Откройте интернет и увидите себя. Да. Мы себя там видим. У нас там много. Мы уже работаем здесь. Много денег. Много денег. Сейчас еще. Единственное. Смотрим машину. Все? Спасибо. И вам удачи. Удачи, у всех делах.